МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Это рубрика Гуляев по Перми. Меня зовут Евгений Гуляев. Сегодня мы находимся в микрорайоне Авиагородок. Почему он так называется, сейчас попробуем выяснить и не только. Поехали! Авиагородок? Авиагородок. Почему микрорайон так называется? Ну, тут самолёт раньше не упал, из-за этого назвали. Упал самолёт? Да. А где именно? Там, в той стороне. То есть упал и с городом что-то сделал? Нет, он на линию упал просто. 2008 год это было. А, тот самый, да? Да. И поэтому назвали? Да, Авиагородок. Ну, авиация, наверное, что-то связывало. Ой, авиаучилище там было? Наверное, от училища здесь давали дома. Это военнослужащим. Здесь, насколько я знаю, что вроде как аэродром был. На Бахревке? Да, на Бахревке. То есть были самолёты. Ещё здесь учебное заведение было. Да, ещё было военное учебное заведение. Потому что здесь, на этой территории пустынной, до войны, 37-38 год, было образовано лётное предприятие, на котором в своё время и проходил службу Покрышкин. С тех пор, это уже прошло сколько там, вот, ну, считайте, 37-й год или 38-й, и всё это называется авиаградом. Сколько дней длилось Великой Отечественной войне? 41-й, 44-й. Так, в случае, сколько лет? 41-й, 42-й, 43-й, 44-й. Три года. В июне началась, ой, в июне, да. Так, ну, давайте тогда три года умножим на количество дней в году, примерно давайте. 65, да. 1095 дней. С 43-го по 45-й. А дней? Ой, три года, это получается 369. На 360? 369, получается тысячу с лишним дней. Ну, давайте посчитаем. 42-й, 43-й, 44-й, 45-й. Четыре года умножаем на 365. Без калькулятора не обойтись. Началась 9 мая. Осень, не помню точно. Но помню тоже. А как, как? 41-й. 41-й, получается 4 года, да? Да, 4 года. Так, а сколько дней такое? Давайте сосчитаем. Давайте лучше, я уже сделаю. Хорошо. 4 года с лишним, а вот дней не знаю. Ну, где-то полторы тысячи. Сколько дней длилась война? 1418. Да я 28 июня уже был ранен. 41-го года. А можете сказать, на каком фронте? Я не перемек. 41-й год, я еще и совсем молодой был. Это Смоленск, город-герой Смоленск. А там уже сразу первые дни войны. Уже бомбежки и все прочее. До Берлина дошли? Нет, до Кенигсберга. У меня дедушка тоже до Кенигсберга дошел. До Кенигсберга. У меня пулеметчик был. После войны я там был. Сейчас преобразился. Если не секрет, сколько вам лет? 94. Замечательно выглядите. Ну, спасибо за комплимент. С наступающим вас праздником. Спасибо большое. Вас также. Праздник для всех. Как звали поросят в сказке «Три поросенка»? Нюфти. Фу, нюфт или как там? Так. Блин, не помню точно. Ну вот, одного вспомнили? Ну, смотри. Нюфти. Нюфти или как там? Нюфти, а так, дальше. Блин, точно не помню, извините, пожалуйста. Ну, второй-то просто другая буква там. На, нюфти, навки или как там? Так. И последний, ни, нюфти. Наф-наф, ниф-ниф и как-то еще там третья. Третья осталась. Нюф. Нюф-нюф? Я тоже забыл. Я не помню, если честно. Нюф-ниф. Наф-наф и нюф-нуф. Наф-наф, ниф-ниф. Наф-наф, ниф-ниф и нюф-нуф. Ниф-ниф, наф-наф и нюф-нуф. Отлично. Ниф-ниф, наф-наф и нюф-нуф. Отлично. А сказку-то еще помните? Ну, да. Чем заканчивается тут? Как они спаслись? Спаслись у одного поросенка, который построил самый крепкий домик. От кого спаслись? От волка. А волк самый живой остался? Насколько помню, вроде, да. Ушел ни с чем. Да. Директор детского сада и доцент в одном лице. Вспомните фильм. Он был и доцентом, и директор детского сада. Никуда не видится. Ну, как его? Ну, Витцин там тоже был, да? Да, так я помню. Он еще и в тюрьму его там посадили. Да. Не помню точно, как его. Как фильм называется? Нет, не помню. А почему доцентом-то его звали? Он преподаватель, в смысле, в институте? Наверное, да. То есть он работал и в институте доцентом, да? И в детском саду? Да, да. Директором был? Да, да. Северский. Много, наверное, получал детей? Нет. Поэтому в тюрьму и попал. Наверное. Давайте подскажу. Это известный советский фильм? Я советские фильмы как-то не особо смотрела. Комедия. Давайте еще раз подскажу. Главную роль доцента и воспитателя детского сада, директора, играл актер Леонов. «Джентльмен удачи». «Джентльмен удачи» – это «Джентльмен удачи». Замечательно. Вы можете вспомнить актера? Леонов. Леонов. А доцент, он преподаватель? Нет. В смысле, как? Леонов-то? А, доцент? Нет. Мы его звали доцентом. Ну, потому что на даче у доцента жили. Да. «Джентльмен удачи». Так, а кто-то такой, кто главную роль исполнял, может вспомнить? Евгений Леонов. Замечательно. А доцент, он преподаватель в смысле был? Нет, доцент за этой кличкой бандита был. На этом рубрика подошла к концу. И в заключение хотелось бы сказать, дорогие ветераны фронта и тыла, поздравляем вас с наступающим великим праздником – Днем Победы. Ну что ж, читайте книги, любите свой город. Увидимся на улицах Перми. Днем Победы.